значит все 20 инструментов уже зафиксированы и не надо с ними морочить головы просто ставишь свою работу вставляешь другие поправки необходимые и пошел вперед значит 20 это высота по высоте а вот если опять эти две кнопочки нажать вот эти две да она идет на вторую страницу и это уже поправки к диаметрам после 20 до 20 поправки по высоте после 20 поправки по диаметру видите кое-какие фрезы у нас больше чем надо и вот здесь поправка стоит что фреза на самом деле больше на одну тысячную чем в программе в программе мы допустим закладываем стандартные размеры тут поставлено что фрезы некоторые они с отклонением вот это поправки на диаметр значит вернемся в другие поправки значит вот поправки значит как я говорю в общее для всех а эти уже на рабочие гнезда и значит вернемся к нашей работе значит здесь здесь можно нажать эту кнопочку zero return значит ехать домой и нажать кнопочку вот эту zip плюс да да надо чтобы все было видно значит нажимаем кнопочку здесь плюс вот это вот и машина уехала домой и также можно y плюс x уже у нас горит он уже у нас дома значит вот они наши рабочие гнезда значит вот наши рабочие гнезда их здесь 5 до 4 электрода держателя блока вот они значит это j54 55 56 и 57 а вот этот j58 значит вот эти четыре гнезда они известны они уже зафиксированы в этих в поправках и мы берем допустим вот такой вот вот такую штуку выставляем гнездо индикатором и и значит эта поправка уже занесена индикатор выглядит вот так вот мы все знают наверно прямо приделанный на шпиндель опускаем шпиндель сюда и вращаем наш шпиндель выставляем индикатором наше гнездо и потом идем в гнездо в поправку в 54 g54 g54 и ставим x такой-то y такой-то да и все это занесено потом наши электрододержатели они же тоже высоту имеют да значит мы индикатором касаемся их вот таким образом и просто заносим разницу между электрододержателем и нашим блочком потому что теперь же все фрезы у нас поправлены на вот эту высоту да вот они наши фрезы герси и нам надо узнать разницу между фрезами до нашего держателя или между фрезами до нашей работы вот эту работу также выставили допустим индикатором это g58 подогнали сюда шпиндель выставили ее 000 занесли это поправку 58 все станок знает где наша работа значит в программе будет написано g58 и а станок приедет не куда-то из этих гнезд а вот вот в это гнездо на центр этой значит железки значит идем опять к нашим поправочкам если мы работаем на том железе g58 идем сюда вниз и вот они наши координаты железки мы ее выставили индикатором и значит смотрим меже но на этом станке сейчас она input не может сделать надо смотреть позиция сейчас она в нуле но вот здесь вот будет набор номеров когда мы выставляем эту железку здесь будет набор номеров и эти номера нужно внести сюда допустим там минус 5 . допустим 642 да и нажимаем кнопочку input вот эту и заносим номер занесли вот эти номера и потом глубину как я показывал индикатором касаемся кубика и касаемся значит запит поминаем или записываем номер в табло опускаемся на железку на нашу и записываем поправку по глубине заметьте это уже будет 2 поправка да по глубине уже фрезы выставлено раз а вот это уже поправка по глубине на рабочем гнезде да но наши электрододержатели уже все выставлено все четверо как вы видите вот эти два они в рядочек нет вот эти два эти которые на которых стоят электроды и на них допустим номер уай почти совпадает очень близко там чуть-чуть смещения г-56 и 57 на втором ряду там возле стенки и значит если мы работаем по железу да они по электродам то вот это общая поправка на глубинах здесь не нужно здесь должен быть 0 ставим 0 к примеру если бы мы работали по железу но поскольку мы работаем сейчас хотим поработать по графиту то нам должна третья поправка на глубину значит у нас значит у нас выставлены все электрододержатели на один уровень да и все это зафиксировано уже в параметрах а заготовка то имеет высоту тоже да и значит у меня вот такой я отпечатываю себе рабочий лист вот он мой электродик вот так он будет выглядеть квадратный чуть-чуть чуть-чуть вот здесь клином и здесь поверхность она тоже идет под откос а так очень простой электрод но на нем стоят размеры размеры заготовки и вот здесь вот написано высота заготовки я ее микрометром уже смирил а здесь у меня написано пять тысячных на сторону это значит программирование которое сделал она имеет значит припуск в минус чтобы прожигать размер у меня добавлен припуск на электроде и он значит будет пять тысячных на сторону меньше 10 тысяч меньше чем чем на чертеже значит ставим теперь в общую поправку по высоте вот этот номер 753 53 и кнопочка импуль вот эта кнопочка импуль значит поставили теперь у нас все поправки по высоте выдержан значит я опять повторюсь это поправки на глубину инструмента все весь инструмент на кубик поправка на высоту электрода держателя от кубика до верха держателя или от кубика до верха железки и третья поправка это высота заготовки от электрода держателя значит включили наш пылесос вон он синий это фирмы тори тори тор как простой пылесос тот шумит ревелка врезанный значит все программу я уже сростил на на два гнезда и когда я сращиваю на два гнезда то чтобы определить что я их сростил я первым пишу g55 значит тогда я знаю если стоит g55 то я уже знаю что я программу срастил вдвое и она будет резать теперь первым g55 а вторым будет резать g54 значит будем работать в режиме dnc вон там компьютер стоит и уже что не наводится резкость и уже значит программа dnc там готова говорит вот это вот вот это вот черное окошко вот баня сбилась резкость вот это вот окошко темное там все готово и готова послать программу здесь мы ставим в режим dnc можно нажать кнопочку программ чек значит чтобы она показывала высоту вот здесь вот где-то вот distance to go написано на на zi можно смотреть сколь я еще падать вниз это на всякий случай для безопасности рукой я всегда держу где вот там рукой держу вот для подстраховки палец вот здесь на красной кнопке если что не так я сразу стараюсь затормозить значит значит в режиме dnc все эти кнопочки ставим красиво и так посмотрим какая фреза идет первая фреза идет номер восемь это на одну шестатый шарик значит я хотел нажать блок делит чтобы она резала той фрезы но это не стоит делать просто нажмем вот эту вот кнопочку зеленую и пусть она работает значит станок ищет там у себя в карусели инструмент номер восемь и вот он поехал на гнездо g55 тормознем на всякий случай посмотрим сюда вот здесь вот двести двадцать две тысячных ему ехать это где-то 4 миллиметра смотрится неплохо значит вы не забыли что он будет резать просто здесь такой маленький уклончик по вдоль буквально один миллиметр глубиной не глубиной а ширину а вторая фреза инструмент номер два он по периметру ее обрежет с небольшим клином можно подставить пылесосик сюда чтобы почище все вытягивать опять же это мое понимание станков если как бы что-то я соврал или терминология у меня хромает значит вот станок взял инструмент номер два это фреза на четверть дюйма так я остановил так глянули все нормально и эта фреза будет идти по периметру да но поскольку электрод тоненький электрод очень тоненький да его вот так вот срезать на всю глубину не стоит он обломится поэтому я буду срезать и спиральным таким заходом как бы как будто бы лестница по этажам да и вот он вот так пойдет как бы потихоньку но будет забуриваться глубже и глубже это все в программировании это очень легко если будет надобность можно сделать ролики по простому программированию вот видите как она этажами как будто бы петлями такими шурует вниз все обрезала электрод готов и заметьте нам не надо было выставлять все уже выставлено до нас поскольку программы срочены в одну она тут же без базар уберет опять первый инструмент делает эту программу заново но уже на координатах G54 на гнезде другое гнездо ну можно говорить координаты наверное потому что в английском говорят work coordinates как бы рабочие координаты но мне кажется гнездо это классно вот хватает она опять инструмент номер два квадратную крыту четверть дюйма и поперла она по стирали заметьте как неплохо работает пылесос он как-то создает объем такой поток воздуха и в основном весь графит валит куда в эту трубу все сейчас я нажму вот эту кнопочку чтобы она вырубилась когда программа закончилась и она сейчас выключится все пылесос выключили все готово и лов на копейку видите два электродика красавца сделаны можно сказать за пару минут вот и мы знаем что они точно выставлены они все по центру все можно сказать очень неплохо по размеру можно даже проверить но это ни к чему конечно же извиняюсь зря сказал ни к чему это все надо как раз проверять что-то я заболтался я обычно я обычно здесь ставлю на моем рабочем чертеже ставлю один размер вот здесь вот допустим на толщину если у нас толщина хорошая значит и длина будет хорошая потому что инструмент обошел тот же самый так что я извиняюсь что-то сболтнул ни к чему как раз к тому надо обязательно проверить толщину допустим у вас если косяк в программе или вот это неправильно написано если написано 5 и вы сделали без припуска то у вас будет ошибка спасибо что посмотрели вот он наши красавцы сделаны так сказать быстро ну фреза что-то уже не очень свежая конечно вот это вот мы ей не заканчиваем вообще-то на четверть дюйма но финиш неплохой какие-то делает она полосочки не ничего сейчас пыль эту если стереть вот такие вот электродики оба одинаковые как двойники и вот это вот канитель показывает мне что это обращено должно быть ко мне если я ставлю на эрозию их то я должен видеть вот эту эмблемку всегда если я ее не вижу значит что-то не так или по крайней мере если электрод обрабатывался вот так я эмблемку всегда режу справа значит если она в станке то она должна быть слева наверное надо меточку сюда поставить вот идея спасибо всем до свидания 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 до свидания